Дорогие друзья, всем приветики! Сегодня у нас с вами важное событие. У нас кое-что новое. Моя новая стрижка и новый конкрет. Смотрите, что у меня здесь. Dusty Rose новый цвет, который мы планировали запустить еще до пандемии, но с учетом того, что мы теперь живем в новом мире, все немножко поменялось, поэтому он особенно долгожданный и особенно красивый. Ой, новенький, прям не могу. Для тех, кто покупает конкреты и вдруг, если кто невнимательный, я вам покажу сейчас, на что обратить внимание. Вот эта упаковка, которая покрывает коробочку от конкрета, если вы ее раскроете, вы найдете здесь макияж. Еще один из вариантов, как вам использовать этот конкрет. Здесь, кстати, спойлер нового цвета, потому что они должны у нас были выйти парочкой, но пока только конкрет Dusty Rose, что в целом тоже неплохо, хорошего понемножку. Следующий цвет тоже не за горами. Коробочка жестяная, в которой живет у нас конкретик. Каждый конкрет продается в своем домике, напомню. Вы этот домик можете использовать как палитру, чтобы носить с собой, а можете просто хранить в нем конкреты или хранить в нем то, что вам нравится. Ватные палочки, шпильки, невидимки, заколочки, что угодно. Газетка. Здесь вы найдете инструкцию, мы ее немножко уменьшили, потому что вся информация сейчас есть на нашем сайте. Здесь все способы применения на глазах, на губах, на как угодно они есть. Ну что, наш хорошенький Dusty Rose. Пыльно-розовый оттенок, очень приглушенный, красивый, нюдовый и вдохновлен он красотой женского тела. И чтобы нам тут 18+, ярлыки не вешать, обозначу это так. Красотой женского тела, самых чувственных его зон прямо по центру. Потому что это цвет, который очень близок к слизистым коже, да, это вот слизистые, видите, здесь вот очень-очень близко к глазу слизистые. Ну и еще у нас есть чувствительные зоны, где очень-очень-очень все в слизистых. Поэтому этот цвет вдохновленный именно красотой женщины. Ну что, поехали. У меня уже есть тон, поэтому я сразу буду использовать конкрет в качестве основного оттенка. Сегодня у нас звезда макияжа Dusty Rose, который мне отлично и подойдет. Я чуть-чуть выдавливаю на руку, чтобы вам было хорошо видно. Видите, он такой цвет заглушенный, такой нюдовый. И он не случайно появился, потому что это цвет самый главный в этом сезоне. Это цвет нового нюда. Вот если вы посмотрите, пересмотрите показ, вы увидите, что все мейки, которые построены именно на нюдовом макияже, они построены пыльно-розовой гамме. Если говорить о ярких мейках, очень много акцентов на глаза, достаточно грубых, гранжевых. Но разбавлены они в качестве цвета растушевки именно пыльно-розовым, и на губах пыльно-розовый, и на щеках пыльно-розовый. Короче, цвет очень-очень сильно намаячил на подиумах, и вот сейчас самое время его использовать. Цвет осень-зима 2020-2021. Я начну с легкого румянца. Возьму мягкую кисточку. Дворк мне подарил свои кисти. И нанесу на щечки. Такой румянец получается прям как из постели. А румянец счастливой женщины. И буду делать модный румянец. Наношу его прям вот так вот на яблочки и немного на нос. Чтобы был такой эффект, как будто щечки у вас вспыхнули. От стеснения, смущения. От того, что хорошо вам было очень сильно. Остаточками пробегусь по зонам коррекции. Кстати, хочу сказать, что этот цвет, являясь оттенком холодным, и имея такой очень холодный подтон, неплохо работает в качестве легкого корректирующего румянца. Прямо на каждый день. Для тех, кто почти не красится, это вполне будет ваш такой легкий нуд, когда вы сможете с помощью румянца, в том числе, и немножко завозить лицо. Глаза мягкой кистью. На подвижное веко нанесу прям плотно, потому что это и будет, по сути, мой сегодняшний мейк. Опять мы продолжаем использовать тренд макияжа в одном оттенке. Никуда он не делся. Так является самым актуальным, потому что это быстро, удобно, и можно буквально пальцем делать. И на губы нанесу достаточно плотненько, но не слишком, чтобы все-таки губы были светлее, чем глаза. Тем более, что я сейчас еще хочу их откорректировать. Я нанесу цвет еще вторым слоем, чтобы чуть-чуть уплотнить. Первый слой уже высох. И вот такими промакивающими движениями уплотняю его. Очень яркий цвет глаз от него становится. Глаза такие прям прозрачные, светлые становятся. Причем карие глаза тоже. У них появляется какой-то очень красивый блеск. Чуть-чуть на кончик носа маленькой кисточкой и чуть-чуть вот сюда. Коррекцию достаточно легкую буду делать. Возьму оттенок чеснот. Мягко растушую на кисточке. Чуть-чуть добавлю интенсивности щекам. Боковые поверхности лба. Сразу кисточкой, которая наносила тон, немножко растушевываю. Подбородок и линия подбородка. Вся вот эта вот граница с шеей. И глазки. Затемнем складку верхнего века. И еще с помощью оттенка чеснот давайте губы сделаем побольше. Раз у нас фокус на чувственные зоны, хочется чувственные губы. По контуру чуть-чуть больше добавлю. И вот этой же маленькой кисточкой контур глаз выглядит. Прямо по ресницам. Конкретно очень легко смешиваются между собой, поэтому вам даже по сути не нужно растушевывать. Уже само растушевывается сразу. Чуть-чуть контур. Растушую той же кистью, которая наносила конкретный астероус новый. Ну и поехали ресницы красить. Здесь, я считаю, нужны очень-очень-очень яркие черные ресницы. Просто чтобы вот был как бы некий фундамент у этого цвета, а чтобы он был еще сильнее подсвечен, я закручу реснички и накрашу их очень ярко. Тушь Clorance возьму 4D маскара, потому что она супер яркая. Мистер Кот, твоя лужка, видно. Мистер Кот не хочет быть сегодня в камере, он сегодня на бэкстейже у нас работает. Ну-с, очень хорошо, очень хорошо. Кстати, вы заценили все мое зеркало? Я вам много раз уже его показывала. Он, наконец-то, у нас появилось в продаже зеркало для того, чтобы удобно краситься, для того, чтобы видеться красиво, делать красивые фотографии в него. Это, кстати, отдельный его лайфхак с ним и УТП. Ну и вообще оно очень красивое, защищает от энергетических вампиров. Прямо как щитом можете закрываться. Я чуть-чуть добавлю брови, но не ярко. С таким мейком, ну и вообще, если говорить про тренды, брови нам нужны, но уже чуть менее яркие. Мы, очевидно, постепенно снова двигаемся к более светлым бровям. Еще не сейчас, но через несколько сезонов. Поэтому делаем брови не яркими волосками. Так достаточно размашисто, пошире, подлиннее. Это конкрет-тоуп я использую, я его всегда использую, я его и в работе всегда использую, и блондинкам, и брюнеткам, потому что с его помощью можно, в зависимости от плотности нанесения, сделать как очень яркие брови, так и совсем-совсем-совсем и не таксию нудовых. Вот если совсем брови светлые, то иногда я его разбиваю 50 на 50 с конкретом хаки, но это бывает очень редко. И хорошо причесываю, даже, я бы сказала, вычесываю, чтобы максимально натурально выглядели брови. Вот после этого надо было брови проверить, потому что, возможно, где-то пробелы станут заметными. Пробелы закроем. Достаточно нам бровей. И хочется какого-то блеска мне, блеска сияния, чтобы сделать мейк чуть-чуть более праздничным, потому что я пойду хоть и на достаточно домашний, но все-таки день рождения. Что мы сами себе предложим? Давайте предложим блестку. Возьму лилок и очень всем рекомендую, не бояться глиттеров. На самом деле блестки это такой классный инструмент, который из вашего обычного такого нюдового повседневного макияжа очень быстро делает вау-эффект. Они очень хорошо липнут к конкрету. Возьмем этот лиловый оттенок Sparkles блесток. Если кто не знает, в линейке Krygino Cosmetics огромная палитра блесток в таких красивых баночках. И это оттенок лилок. Он как бы повторяет Dusty Rose. И чтобы добавить ему многогранности, попробуйте такой лайфхак. Это добавить еще одни блестки, но чуть-чуть другого оттенка. Вот я возьму сент, он потеплее. Возьму его прямо вот так на пальчик. Вот. И чуть-чуть как бы смешаю. Есть. Чуть-чуть вот так вот помягче распределю блестки. Прям кисточки, которые конкретно носили. Не переживайте, блестки мне не затрутся, потому что они очень блестят. И теперь, чтобы убрать осыпавшиеся блестки, мы берем щеточку для бровей и просто так вот их немножко смахиваем. Не давите на щеточку, она просто вот немножко как бы скабливает кожу лишние блестки. Ну и, конечно, зафиксируем макияж. Возьмем пудру Fixed Powder и чуть-чуть ее на руку выдавим. Чуть-чуть пробежимся ей по блестящим зонам. Это зона и крылья носа. Ну что, вот и очень быстрый мейк готов. Dusty Rose, мой дорогой, как долго я тебя ждала. Как долго все мы ждали этот оттенок. Он очень крутой, очень такой прям легкий, чувственный и для повседневного макияжа, и для вечернего будет он супер круто. Смотрите, повторяйте, отмечайте меня, потому что ну уж с этим мейком вы точно сами справитесь. Потому что тут два конкретные блестки. Причем еще один крутой плюс, это универсальность оттенка Dusty Rose. Потому что он круто смотрится на блондинках, на брюнетках, на рыжих, на смуклых, на тех, у кого кожа светлая. Просто те, у кого, например, кожа более загорелая, можно наносить его плотнее. Те, у кого кожа светлая, можно растушевывать его тоньше. Но он всем круто. Мы это протестировали. У нас очень-очень-очень разнообразный офис по типажам наших прекрасных затрудниц к регионатиме. Вот, короче, всех целую. Всем пока. Спасибо большое за внимание. И давайте показывайте свой макияж с Dusty Rose. А я еще в ближайшее время покажу вам несколько крутых мейков. Как можно использовать этот оттенок и почему он реально абсолютно незаменим. Всех целую. Всем пока.